К нашему эфиру уже присоединился Илья Довлячин, журналист телеграм-канала «Можем объяснить». Илья, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Каролина. Добрый вечер, Валерий. Илья, вот действительно, когда есть какие-то неудачи на фронте, это еще как-то можно преподнести, я имею в виду для пропаганды, под каким-то соусом подать, или как победу, или как жест доброй воли, как угодно. Но вот крах идеи с луной едва ли можно каким-то образом превратить в победу. Так а что делать теперь остается? Точно и делает российская пропаганда. Но вот у нее есть три таких пути, которые мы часто отслеживаем и рассказываем нашей аудитории. Первое – это врать. Второе – это набрасывать кучу версий. Ну, кучу версий мы видели, например, в истории с Гучей. Помните, когда вся эта история случилась трагическая? Там то труп вставал в зеркале заднего вида, то там актеры были. Потом, когда выяснилось, что не актеры, это оказались родственники. Да, люди реальные, но вот они врут, потому что им там телевизионщики заплатили, ну и так далее, и тому подобное. Есть третья история – замалчивать. Или как-то снижать градус паники, скажем, или вот как-то всячески занижать ожидания от случившегося. Вот в случае с луной с самого начала, видимо, понимали, что может что-то пойти не так. Поэтому даже в больших сюжетах, которые были у пропагандистов, типа там в «Вестях недели у Дмитрия Киселева» или там у Екатерины Андреевой во время на Первом канале, там рассказывалось, что вот у Советского Союза такая славная история по своей непосмоса. Окей, славная история – хорошо, вопросов нет. Но не стоит ожидать чего-то сверхисторического от этой миссии, и нужно быть готовым, что может случиться разная неприятность, говорилось в пропаганде. Вот в итоге это самое и произошло, потому что когда случилось крушение станции на Луне, на Первом канале вот такой новый новояз, помним, да, хлопки там у них происходят вечно, отрицательный рост. То есть на Первом канале придумали какую-то новую удивительную историю, они сказали, что станция прекратила свое существование. То есть там не было слов типа крушения, не было слов катастрофа, ну, также, собственно говоря, отступление из-под Херсона они называют перегруппировкой. В этом смысле, конечно, новоязм российской пропаганды, он удивителен, хотя вот к этой миссии готовились, дай бог памяти, сколько лет? Двадцать, наверное. То есть она еще разрабатывалась при предыдущем главе Роскосмоса Перминове, даже не предыдущем, а до него, до Рогозина, до Борисова, по-моему, еще два человека были. Вот Перминов в 2005 году, при нем началась подготовка. И он тогда, кстати, высказывал интересную мысль, которая вот в нынешних реалиях смотрится довольно удивительно, потому что он часто говорил, что нужно сотрудничество между государствами. Там по поводу Луны, по поводу Марса Россия сама это не вытянет, поэтому нужно сотрудничать, например, с США, с Китаем. Вот сейчас, из 2023 года, когда Россия рассорилась вообще со всем миром, слышать такие вещи довольно удивительно, на самом деле. Ну, это мы говорим сейчас о истории, о пропаганде, которую скармливают внутреннему зрителю, а у всего мира уже стойкий иммунитет к российской пропаганде. Вот мне даже видится такая картина, Индия, успех на Луне, сейчас принимает G20. Министр иностранных дел Лавров приезжает на саммит G20. Все его участники поставили себе на рингтоны Dark Side of the Moon, Pink Floyd, и задумчиво так смотрят в вечернее небо, и любуются на Луну, и говорят Лаврову, ну, как там на Луне? Ну, вот на самом деле это серьезный удар по репутации российской космической программы. Как вы считаете? Трофа, потому что если вот вы готовитесь к какой-то миссии больше 15 лет, то, ну, очевидно, что вы закладываете в нее какой-то исторический смысл. Ну, полет Гагарина готовился меньше на самом деле, или там полет американцев на Луну готовился, но не 15 лет, на него не было потрачено по разным оценкам от 5 до 7 миллиардов рублей было угрохано на вот эту историю, которая в итоге закончилась пшиком. Поэтому скормить своей аудиторией, ну, что тут как-то американцы повлияли, тут даже пропаганда на это бессильна, поэтому не было ничего вот из этой сферы. Но, как вы думаете, рассказали ли они об успехе Индии, например, в своих юбских новостей? Да, конечно же, нет. То есть там ни на первом, ни на втором, ни на каком из каналов не говорилось ничего о том, что вот Индия смогла сделать то, что Россия сделать не смогла. Там же все время на российских там госсми, российских госсми рассказывают о том, какая великая империя и как все остальные страны завидуют. Но тут-то что? Тут как бы, может быть, они бы завидовали, если у вас миссия не провалилась. А если у вас миссия проваливается, ну, на чему тут завидовать? Ну, а тут самое, вот еще самое удивительное, что меня каждый раз, ну, откровенно бесят во всех этих историях. Ведь успехи или не успехи какой-либо сферы отрасли напрямую зависят от того, что там происходит. Например, от руководства. А что с руководством Роскосмоса? Что с предыдущим Дмитрием Рогойзиным, который запомнился исключительно тем, что там шутил в Твиттере про батут. Что с нынешним Юрием Борисовым там примерно одинаковая история. Вот что не руководитель, то коррупционер. В Роскосмосе точно такая же история. Потому что мы помним историю с Рогойзиным и его 10-комнатной квартирой в Москве. Еще раз. 10 комнат в квартире Рогойзина в Москве. Нашли расследователи еще где-то в середине десятых годов. Что с Юрием Борисовым, нынешний главор Роскосмоса? У него недвижимость в Черногории. Ну окей, не у него, а у его детей. Но мы все прекрасно понимаем. У его детей недвижимость в Черногории. У него квартира стоимостью 150 миллионов рублей в Москве. Естественно, участок земельный стоимостью 200 миллионов рублей. Ну вот о каких успехах можно говорить, если все деньги, какие-то очевидно коррупционные деньги, уходят руководству тех компаний, государственных компаний, которые должны поднимать имидж страны. А еще одно удивительное по всей этой истории, это что и Рогозин, и Борисов, они не отчитываются перед общественностью, что Рогозин скрывал свои доходы, они не публиковались. Что Борисов сейчас делает ровно то же самое. Ну понятно, что гордиться, если у тебя там квартира площадью в 150 метров квадрат в Москве и участок. Еще с домом, который оценивается где-то в несколько сотен миллионов рублей. Я, ну подождите. Может быть на этой площади какие-то микроаппараты испытываются? Человек все-таки космосом занимается. Но вы, кстати, отчасти уже следующую мысль, которую хочу озвучить для наших зрителей, ее уже проговорили, но я хочу несколько конкретизировать все-таки. Российский проект «Луна-25» олицетворяет деградацию космической отрасли России. Это мнение выразил военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире телеканала «Фридом». И вот он подчеркнул, что этот проект был для разворовывания бюджетных средств, поэтому он, собственно, и провалился. Услышим цитату и продолжим дискуссию. Сам проект «Луна-25», когда он зарождался в 2005 году, этот проект — это олицетворение деградации вообще российской космической отрасли. Ведь «Луна-25» — это копия советских миссий на Луну. Абсолютная копия. Причем неподвижная копия — это стационарный объект, там даже не было подвижной части. То, что мы называем луноходом, там не было этой подвижной части. Это был просто сбрасываемый зонд на поверхность Луны. Ну, скажем так, даже с этим они не смогли справиться. Сбрасываемые зонды на поверхность Луны — это самые ранние миссии на лунную поверхность эпохи Советского Союза. Они не смогли даже это повторить. А наблюдая за тем, как развивался этот проект с 2005 года и должен был завершиться в 2014, но он не завершился и постоянно начал переноситься, можно было сказать, что он в первую очередь существовал для распила. Это проект для распила бюджетных средств. И то, что такой сейчас результат произошел, это в первую очередь благодаря тому, что с 2015 по 2014 успешно распиливались бюджетные средства. Знаете, я еще вспомнила об одном достижении российских технологий, которое не так давно увидел свет — это AirFone. И вот как вы считаете, мы можем связать этих два события, и может ли такая презентация AirFone как-то затмить провал миссии на Луне? И для этого ли это могло делаться конкретно в данный период времени? Еще мы могли разного рода неудачи затмить другие успехи, например. Давайте перечислим их. Например, известный, если помните, была такая задумка — YotaFone. Да, это телефон с двумя экранами. Вот на одной стороне экран, на другой стороне экран. В свое время Анатолий Чубайс, бывший глава Роснана, предлагал начать производство гибких планшетов. На эту идею было угрохано то, что безмерное количество денег. Да, там он показывал эту инициативу Владимиру Путину, потом ее как-то разрабатывали. В итоге появился ли этот планшет? Ну, я думаю, это вопрос риторический. И вот в случае с Луной все эти подобные истории, они утыкаются ровно в это. Да, планы грандиозные, планы хорошие. Но правда, слушайте, надо развивать историю с космосом. Надо изучать Луну, надо изучать Марс, потому что понятно, что на Земле глобальное потепление. Понятно, что надо понять, как зарождалась жизнь, что с этим делать. Я просто сам много смотрю передачи о космосе, поэтому немного загораюсь, когда начинает заходить речь об этом. Искусственная гравитация до сих пор не изобретена. То есть, если, например, даже говорить о том, когда человечество будет вынуждено покинуть Землю, переместиться к каким-то другим объектам в космосе, ну, допустим, там на какой-то один из спутников Юпитера, который будет в тот момент приводен к жизни из-за того, что Солнце разогреется. А искусственная гравитация пока не изобретена. И у российских ученых, физиков, астрономов, у них просто не вспаханное поле. Можно заниматься этим, можно изучать это. Но даст ли денег на это государству? Допустим, фонд президентских грантов, куда вы подадите заявку на получение, на какой-то патент или изобретение вот этой самой искусственной гравитации. Но если вы там напишите гравитацию через букву В латинскую, или добавите где-то начало буквы Z, символ российского вторжения в Украину, тогда, может быть, вам и дадут какой-то грант. А в ином случае, скорее всего, не дадут, потому что российское государство не заинтересовано в том, чтобы развивать вот эти истории с наукой. Потому что все истории с наукой, они существуют исключительно для распила. Особенно такие грандиозные проекты. Слушайте, 6 миллиардов рублей. Это огромная сумма. И эти 6 миллиардов рублей, ну, понятное дело, что были распилены, и мы никак не можем найти даже концов с концами, потому что все это длилось, получается, 18 лет. И, естественно, этот проект с Луной, он абсолютно не под отчетом. То есть Роскосмос не опубликовал нигде отчет о том, куда тратятся деньги, как они тратятся. Поэтому вот господин Коваленко, я с ним в этом смысле абсолютно согласен, что этот проект был не только для распила, то есть не исключительно ради распила. Но так получается, что любой проект, даже самый хороший в России, он в итоге сталкивается с коррупцией, и на нем пилятся деньги. Ну, без коррупции, потому что российское государство, путинское государство, к сожалению, не может существовать. Илья, вот уж, коль вы сказали, что вы, ну, если не специалист, то, по крайней мере, очень интересуетесь космической темой. Давайте поговорим о том, что Россия потеряла в результате этого космического распила. Почему Луна? Что Россия выходит, ну, то есть Луна представляет собой интерес для таких серьезных стран, как США, Китай, Индия. Они уже впереди планеты всей, Москва будет плестись в хвосте. Почему Луна? Что Россия теряет в результате этого фиаско, ну, и всего отношения к космическим программам, которые вот вы сейчас описали? Луна, потому что было множество проектов. Еще раз, по поводу Марса был проект. По поводу Луны тоже, кстати, не единственный проект за вот все эти путинские годы, что Роскосмос пытается что-то там развивать. И это, кстати, было вот при Пермиде, это еще было. То есть там действительно как-то было сотрудничество с американской сверхдержавой космической. Что-то там с тем же Китаем оговаривали. Потом где-то в середине десятых годов, уже с приходом, например, Рогозина, это все полностью провалилось. Ну, то есть Луну надо изучать, потому что те же астрономы говорят, что в конце концов Луна может столкнуться с Землей. То есть орбита ее идет по такой траитуре, что она приближается к Земле и рано или поздно в конце концов может столкнуться. Именно для этого нужно, соответственно, изучать Луну, а особенно изучать ее темную сторону. Ну, мы все знаем, да, что Луна повернута к Земле только одной стороной. И вот эту вот самую темную сторону нужно непременно изучать, чтобы понять все эти процессы, которые там происходят. И в этом смысле ничего плохого в задумке-то Роскосмоса нет. И вообще в российской задумке, да и вообще в задумке изучать космос и Луну в том числе. Но еще раз, каждый раз, когда в России даже благие какие-то цели, благие намерения появляются, мы сталкиваемся с коррупцией. Весь проект просто оказывается пшиком и проваливается. Илья, а вот насколько вообще ситуация с Луной, это ведь не только речь о Луне, речь в принципе, и даже не только о Роскосмосе, речь в принципе о технологиях в России. Насколько эта история будет становиться далее все более плачевной? И как вы считаете, какие-то неудачи технологических разработок? Ну вот тот же Air Phone, не могу никак его забыть. Там 99% деталей китайского производства. Ну какое же это российское достижение, что они конструктор собрали? Это удивительно, да? И вот подобные истории, технологических прорывов, так называемых, в самой России, насколько они имеют такой шанс быть более частыми? И насколько это действительно еще может иметь какое-то влияние на внутреннюю аудиторию? Мол, поддерживать эту, знаете, легенду о величии России? Ну не только Air Phone. Давайте вспомним про известную российскую корпорацию. Называется она Автоваз. Она производит автомобили Lada. И постоянно мы сталкиваемся с тем, что они называются якобы российскими, но при этом на где-то процентов 80-85 состоят из западных деталей. Даже не из западных, а из китайских. То у них там шильдики какие-то, то у них там фары, то рули. И, в общем, называть российский продукт российским невозможно. Да невозможно сейчас существовать вот в этом мире, не получая какие-то технологии или детали из-за рубежа. Но тот же, слушайте, Ростех, который производит ланцеты и другое оружие, которыми бомбит мирных жителей Украины, даже эти все, вот все это оружие, оно сделано в том числе из нероссийских деталей. Да, там есть китайские составляющие, там есть западные компоненты, там есть, вы удивитесь, компоненты из стран Евросоюза, которые будут санкцией против Российской Федерации. И при этом окольными путями все равно эти детали продолжают поступать в Россию. Но то, о чем мы сейчас говорим на телеканале Freedom, никогда не прозвучит в эфире Первого канала. Об этом никогда не расскажут в Вестях недели у Дмитрия Киселева. Там, наоборот, расскажут, что вот, посмотрите, как у нас работает параллельный импорт. И стоит признать, что он действительно работает, потому что на условном сайте Wildberries можно купить айфон, который стоит вот ровно столько же, сколько, например, он стоит здесь, в Литве. Но не надо забывать, как это все происходит, потому что эти товары и какие-то идеи, они просто воруются. То есть, если вы возите серым путем товар в Россию, он является краденым. А вот то, что он стоит недорого, об этом, конечно, расскажут. Но российская аудитория никогда не поведает о том, как это происходит, кто на этом зарабатывает. Никогда не скажет, что у главы Роскосмоса Юрия Борисова недвижимость в Черногории. Поэтому человек, который смотрит телевизор, он будет радостно кричать о том, как там Америка провалилась или у них там какая-то неудача случилась, потому что там очень любят показывать вот неудачи космические других стран, и не только космические. О своих неудачах привыкают и зачастую не говорят. Поэтому вот что пропаганда скажет, то зритель и будет декламировать потом. Давайте поговорим о перспективах. Упоминались уже совместные космические российско-китайские проекты. Вот если учитывать распил, западные санкции, все это отношение к технологиям высоким в России может ли стать в перспективе, что российско-китайские проекты просто превратятся в исключительно китайские, и Россия полностью окажется за бортом? Ну, это уже происходит, потому что я вообще не очень понимаю, зачем это Китаю. Да, там какими-то окольными путями продолжают поставляться детали, там чипы в Россию, которые используют, например, подрядчики условного Минобороны или там какого-нибудь военторга. Но история с тем, что Россия будет продолжать отставать, она абсолютно очевидна, потому что мы видим... И, кстати, на российской аудитории, вот я говорил о пропаганде, да, пропаганда может говорить все, что угодно, но при этом мы видим, насколько сильно рухнул рынок продажи, например, у АвтоВАЗа. За прошлый год он провалился на 80%. То есть даже российская аудитория, даже российские пользователи там соцсетей, зрители условного Дмитрия Киселева, они не покупают отечественные автомобили, потому что понимают, что эти автомобили из себя представляют. Ну, проходили краш-тест у АвтоВАЗа, они показывают, что условная Лада Калина, она абсолютно не соответствует элементарным нормам безопасности. И садиться на такую машину попросту опасно для жизни и здоровья. Это касается ровно так же и других каких-то там произведений, так скажем, российского рынка технологий. Но телевизоры там практически не производят, какую-то технику тоже. То есть если там что-то и делается, то это тоже состоит из компонентов, которые поставляются из Китая. Я понимаю вот этих вот китайских производителей, которые продолжают поставлять детали в Российскую Федерацию. Мы это видим, например, по таможенной базе России. То есть там рынок, он даже может быть не то, что падает, он даже в некотором смысле растет, потому что чипы Texas Instruments, которая в свое время ушла с российского рынка из-за начала войны в Украине, вторжения России, они все равно продолжают поступать в Россию, в том числе с помощью Китая. И понятно, что Китай таким образом зарабатывает. Но мы же не можем предположить, что там какие-то китайские компании, которые зарабатывают миллионы юаней или миллионы долларов, они делают это в обход китайских властей. Нет, очевидно, есть какой-то договорняк между ними, между китайскими властями и между российскими властями. Другое дело, когда это надоест, например, Западу условному, потому что если в Россию продолжают поступать компоненты, которые Россия использует в оружии, которым бомбит Украину, ну это первоочередная история для западных санкций. Пока этих санкций нет, очевидно, что эти детали будут продолжать поступать в Россию. Илья, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Всегда рады вам в эфире. Илья Адулячин, журналист Телеграм-канала «Можем объяснить» и был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok